Приветствую вас и знаете, ну вы как бы спрашиваете нас о том, как вам поступать. То есть получается так, вы говорите, вот скажите мне, как можно поступить в моей ситуации, и помогите мне, ну помогите мне в этом, да, помогите мне с этим разобраться. И я поступлю так, как вы сказали, то есть грубо говоря, я поступлю так, как вы порекомендуете. И если вы порекомендуете мне, например, мужа отпускать, то я буду отпускать его, несмотря ни на что. То есть несмотря на то, что, например, мне это не нравится, да, несмотря на то, что я переживаю, я волнуюсь, там, ну и так далее. То есть независимо от этого я все равно буду его отпускать. Ну просто потому, что вы так скажете, вот вы сказали, да, отпускать точнее его, и я буду его отпускать. И наоборот, если мы вам скажем, например, чтобы вы его, наоборот, допустим, не отпускали, вы тоже будете его, значит, не отпускать, да, даже если вам это, ну, например, покажется уже неправильным. Или если вы, например, видите, что мужчина страдает, а вы все равно его не будете отпускать, потому что мы вам так сказали. Ну, знаете, это позиция, которая, ну, во-первых, противоречит профессиональной этике психологу, потому что мы не имеем права давать вам конкретных советов. А во-вторых, ну, как вы знаете, склонность к самовнушению у вас есть, и, возможно, даже неуверенность в себе. А если есть неуверенность в себе, то, соответственно, отсюда проистекают ваши возможные проблемы. Давайте мы с вами попробуем поставить вопрос следующим образом. Вы сами ходите, чтобы мужчина, например, расслаблялся. Вы сами ходите, чтобы мужчина отдыхал, чтобы мужчина как-то проводил время, да, не только с вами, но и вообще со своими друзьями. Например, даете ли вы себе отчет в том, что человеку нужно находиться в разных ролях для того, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы он реализовывался, да? Реализовывался, например, как субъект трудовых отношений, это на работе я имею в виду, как субъект дружественных отношений. Это речь идет о его роли как друга. Мужчине нужно реализовываться как мужчине, как мужу. Это уже непосредственно с вами. То есть человеку нужно как бы развиваться многосторонне. А вы, вы говорите так, что муж иногда позволяет себе съездить к друзьям попить пиво раз в два месяца. Раз в два месяца. И вы знаете, он все зависит от того, на самом деле, чего вы ходите для своего мужа. То есть, если вы считаете для себя, и это ваше убеждение, вот знаете, как такой взгляд, взгляд на ваши отношения. Вот вы считаете, например, что мужчина не должен ездить к друзьям и пить пиво. Ну, если вы так считаете, то, естественно, вам эту позицию нужно продвигать, если это взгляд. Если это просто взгляд. Если это просто, ну, как бы такое вот убеждение. И это убеждение, оно имеет право быть. Оно имеет право на существование. Если это именно убеждение. Если вы считаете, что любимого человека, то есть, мужа вы вроде как любите, да. Если вы считаете, что любимого человека можно ограничивать в чем-то, делать его не свободным. И если вы считаете, что мужчина не имеет права себе позволять ездить к друзьям пить пиво. Ну, тогда, естественно, вас никто не расставит менять точку зрения. А если вы будете поступать по-другому, то объективно вы будете сами себя ломать и ни к чему хорошему это не приведет. Кроме как сублимации и неожиданным проявлением вот этого вот подавленного негатива. Но вы говорите о другом. Вы говорите о том, что я боюсь, что он к этому приведет, и это войдет у него в норму. А мне эти посиделки не нравятся. Ну, вот, собственно, вопрос. А чего вы боитесь? Вот почему вы боитесь, что он к этому привыкнет? Он и так это делает. Это не до этого привычка, это просто способ проведения досуг у мужчины. Но вы-то сами чего боитесь? Почему вы боитесь, что это войдет в норму, в привычку? Ага, если вы боитесь, что он, я рекомендую, ну, во-первых, сказать сразу. Страх, это не то, что вообще-то говоря, может вас, ну, как-то вот направить в нужное русло. Страх, к сожалению, это то, что он искажает и ваше желание, и ваше восприятие человека. Нужно понять, что если вы чего-то именно боитесь, то это, то, что вы боитесь, только ваша проблема. Это не проблема вашего мужа, это не проблема кого-либо еще. Ваш страх, только ваша проблема. И для того, чтобы именно страх убрать, чтобы вы не боялись, необходимо, ну, с вами поработать, необходимо, во-первых, понять, что кроется за страхом, то есть, что реально представляет из себя ваш страх, какое негативное обстоятельство за ним стоит. И после того, как вот это вот негативное обстоятельство будет выявлено, вы сможете относительно легко, заметьте, я сказал, именно относительно легко, не легко, относительно легко, ну, во-первых, вы сделаете главное, вы переведете мистическое, пока представление страха в рациональное, и тем самым будете опираться все же именно на объективное, реальное обстоятельство. Во-вторых, вы сможете, если вы поймете, чего вы боитесь, у вас появится реальная возможность с этим что-то сделать на субъективном уровне. То есть, либо вы, допустим, либо вы, ну, подстроите для начала свое поведение, да, то есть, вы скорректируете свое поведение так, чтобы негативное обстоятельство, которое есть у вас, которое стоит за вот этим страхом, все оно вам не мешало, чтобы вы, да, знали, что оно может наступить, но то, что вы знаете его в лицо, то есть, вы знаете, что это, позволяет вам быть к этому готовы, и если вы будете к этому готовы, то вам будет гораздо легче жить, и страх будет меньше влиять на ваши отношения, ну, хотя бы, например, с супругом. Вот это, вообще-то, очень важный момент. Далее, если вы все-таки объективно имеете вот этот вот страх, то попробуйте представить себе, что будет, если то, чего вы боитесь, все-таки произойдет. Попробуйте в этом побыть, попробуйте понаходиться в том, чего вы боитесь. Попробуйте представить себя в ситуации, в которой вы опасаетесь. И, собственно, подумайте, как бы вы себя в ней, в этой ситуации, я имею в виду, вели бы. И, соответственно, тогда вам будет уже куда проще жить, потому что вам будет четко и ясно, что вы будете делать в случае, если это произойдет. У вас будет адаптация, адаптация к тому, чему вы боитесь. И это не будет так страшно. Последний момент, который я хотел бы сказать по поводу страха, это то, что, значит, вы можете задавать себе вопрос, наступили ли обстоятельства, которых я так боюсь, случились ли они, и если нет, то боятся, значит, нечего, нечего еще. Просто вот постоянно себе задавайте этот вопрос. Еще раз повторюсь, прежде чем мы перейдем к следующему аспекту, еще раз повторюсь, что именно со страхом, с вашими страхами, вам нужно бороться. Ну как бороться? Даже не бороться. Было бы неправильно, наверное, сказать, именно бороться. Вам не нужно бороться с ними, ну, вам нужно понять, что это, что кроется за страх. Какое негативное обстоятельство? Ведь подумаем, страх – это что? Это инстинкт. Инстинкт – это самосохранение, защита, защитный механизм. Является ли страх сам по себе положительным моментом? Да, когда он тонизирует, когда он активирует, актуализирует человеческие способности и человеческие ресурсы. Но ваш страх, получается, вас именно подавляет. И вот то, что он вас подавляет, это плохо. Именно поэтому его нужно снижать. А снижать его мост только путем, вот как раз, ну, только путем, я уже сказал, работы над ним и пониманием того, чего именно вы боитесь. По-другому, к сожалению, с ним не справиться никак. Нету других вариантов. Вот. Теперь дальше. По поводу того, что вы пишете, значит, что не уверены в себе. Вот, то есть, что вы боитесь, что ваш муж вам изменит. Здесь тоже, если честно, не очень понятно. А почему вообще-то, говоря, ваш мужчина должен вам изменять? С чего вы решили, что он вам будет изменять? Откуда у вас появилась вот эта вот мысль, что он вам изменит? Что-то же вас, по идее, должно было на эту мысль навести, что он вам изменит. И тогда давайте спросим себя. Почему вы боитесь, что он вам изменит? С чем связан этот страх? То есть, если он вам изменит, значит, мужчина вас не очень-то и ценит, и ценит. Если мужчина вас не ценит, значит, он вам не так сильно и нужен, если он вас не ценит. Если он вас не ценит, и если он вам не нужен, то вы зря тратите на него свое время. И тогда его, наоборот, нужно оттуда сказать, чтобы он быстрее проявил себя, чтобы вы как можно быстрее увидели его истинное отношение к вам. И увидев его истинное отношение к вам, как можно быстрее скорректировали уже свое поведение, и не дадили время впустую на того, кому вы, в общем-то, не так-то и нужны. Понимаете? То есть, это для вас момент. Далее, вы боитесь, что он вам изменит, а еще и потому, что, ну, в себе не уверен. То есть, вы не уверены в том, что вы для него единственные. Вы не уверены в том, что вы для него самая красивая, например, самая привлекательная, ну и так далее, так далее, так далее. Возникает также вопрос. А, почему? Почему вы в этом не уверены? Откуда в делась эта ваша неуверенность? Почему вы не считаете, что вы для своего мужчины самая лучшая, самая привлекательная, самая сексуальная, самая любимая, важная, красивая и так далее? Что не дает вам это сделать? Подумайте над этим вопросом. В каких моментах вы в себе не уверены? Для того, чтобы повышать уверенность в себе, нужно определить, в чем именно вы в себе не уверены и корректировать ваше поведение с тем, чтобы повышать уверенность. Стоит выполнять определенные задачи для того, чтобы быть более уверенны в себе. Но эти задачи зависит от того, в чем именно вы в себе не уверены. В своей внешности, в поведении и так далее, в отношениях, может быть. Ну и, понимаете, если вы боитесь мужчину потерять, то, скорее всего, речь идет еще и о том, что вы для себя, сами для себя тоже что-то потеряете. Если он уйдет, если он уйдет, если его не будет. И что вы потеряете? Почему вы получаете от мужчины, только от мужчины это? Почему вы зависимы от него? Тоже важный вопрос. Необходимо то, что вы от него получаете выделить, получать самостоятельно, дабы не быть от него зависимыми, потому что любая зависимость не является хорошим подспорьем для отношений вообще. И тогда, получается так, что из-за того, что вы впали от мужчины в определенную зависимость, вы не позволяете ему делать то, что, в общем-то, формально, вполне нормально. И вам нужно решить, хотите ли вы для своего любимого мужчины быть лучше? Хотите ли вы быть достойным для него, чтобы он видел, что рядом с ним достойная женщина, уможающая себя, любящая себя, независимая? И тогда у него и мысли не возникнут о том, чтобы вам изменять. Если вы хотите такой быть, то это можно сделать. Но это определенная работа уже с вами. Работа по определению ваших страхов, по корректированию вашего поведения, по проработке неуверенности в себе, по формированию задач, которые нужно выполнять для повышения уверенности в себе и так далее. Вот об этом вы и подумаете. А потом, когда все это вы подумаете, уже и примите решение. Если ничего делать из этого вам не хочется, тогда можно, потому что это можно ограничивать. Но к чему это приведет, сказать точно нельзя. Может быть, он подчинится, а может быть, он решит, что ему не нравится то, что вы его ограничиваете и вообще от вас уйдет. А если вы будете работать над собой, то как минимум вы сможете вывести мужчину на его истинное отношение к вам. Что, безусловно, не будет личным для ваших отношений и для вас. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...